Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема «Насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами». Евангелие от Иоанна, шестая глава с 1 по 15 стихи. Чудо, которое описано во всех четырех Евангелиях, это чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбками. Описано оно в начале шестой главы Евангелия от Иоанна. Первый стих. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тевериады». Это наш синодальный русский перевод. К сожалению, он неточный. И вот эта неточность послужила к тому, что даже имели место ошибки у наших российских экзогетов. Потому что, когда мы читаем греческий оригинальный текст, там буквально говорится следующее. «После этого ушел Иисус за море Галилеи Тевериады». Дважды стоят в родительном падеже определенные географические объекты. Во-первых, указание на Галилею. А во-вторых, на столицу Тевериаду, которая, как мы помним, была построена Иродом Антипой. И назван был столичный город в честь римского императора Теверия. Таким образом, читаем греческий текст и видим, что Христос уходит, а уходит из Иудии. Он идет на север, проходит через Галилею и проходит за Тевериаду, дальше за море. Тевериада находилась на восточном берегу Галилейского моря или Галилейского озера. И идет туда дальше, за, то есть на север. Из Евангелия от Луки нам известно, что там, на севере, он приходит в Вевсаиду. Таким образом, между Евангелием от Иоанна и между Евангелием от Луки нет никакой разницы. Только евангелист Иоанн пишет в конце первого века или в самом начале второго для тех читателей, которые живут в Малой Азии и плохо разбираются в географии Палестины. Ну, примерно, как и мы с вами сегодня. Поэтому он целый ряд уточняющих дополнительных деталей вводит, что Иисус идет с юга на север за море Галилейское, за ту часть, где находится столица Тевериада. Однако, к сожалению, некоторые, думая, читая русский синодальный перевод, что Христос идет в Тевериаду, а в Евангелии от Луки говорится Вевсаида, даже делают вывод, что разница есть между евангелистами. Кто-то из них, наверное, ошибся. Никто не ошибся. Читаем оригинальный греческий текст, чтобы хорошо их понимать. Второй стих. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Опять наш синодальный перевод немножечко отступает от оригинального текста, потому что смягчает выражение. За ним последовала большая толпа, говорится в греческом тексте. Толпа. То есть люди, не объединенные одной идеей или одним стремлением, разрозненные между собою. И вот эта большая толпа за ним последовала, потому что они видели знамения, знаки, которые он сотворил над болевшими. Это были чудеса. В этом русский синодальный перевод прав. Но чудеса, хотя они были сверхъестественные, они еще и были знаками для тех, кто их наблюдал. Поэтому за Господом Иисусом Христом идет туда, в Евсаиду, огромная толпа. Третий стих. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Синоптические Евангелия указывают на то, что Иисус ушел туда с учениками в Евсаиду, но люди бежали по берегу Галерийского озера тоже за ним для того, чтобы его увидеть. Евангелист Марк, который писал свои Евангелия со слов апостола Петра, указывает, что такое количество людей туда приходило, что даже евангелисты уставали и были очень голодными. Итак, и толпа, которая туда пришла, уже голодна. И даже сами апостолы, окружающие Христа, и они уставшие и голодны. Четвертый стих. Приближалась же Пасха праздник иудейский. Это очень интересное замечание Евангелистана Богослова. Тем самым он показывает, что на эту третью Пасху Христос не идет в Иерусалим, но он, оставаясь в Галилее, совершает такие дела, о которых паломники, которые пойдут из Галилеи в Иерусалим, обязательно расскажут о Иерусалиме. С одной стороны. С другой стороны, то, что он сейчас накормит пять тысяч человек, а затем произнесет речь о хлебе небесном, будет приготовлением к другой Пасхе, уже его Христовой Пасхе. Поэтому данный стих, четвертый, здесь очень уместен. Он показывает, что Евангелист Иоанн мыслит с учетом некой дальнейшей богословской перспективы. Пятый стих. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить». Ну, конечно, в греческом тексте Иисус возводит, поднимает глаза и видит эту большую толпу, которая идет к нему, обращается к Филиппу. Нам точно неизвестно, почему он обратился именно к этому апостолу. Есть предположение, что потому, что Филипп сам был родом из Вевсаиды, как и Андрей и Симон Петр. «И говорит ему, где бы нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Шестой стих. «Говорил же это Иисус, испытывая его, то есть Филиппа, ибо сам знал, что хотел сделать». По-гречески, что хотел сотворить, что необычное, творческое он мог предложить этой толпе. Седьмой стих. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один динарий или динар – это римская денежная единица, которая покрывала оплату рабочего за один день. То есть в нашей с вами системе, ну, в зависимости от того, сколько получают рабочие за день, тысячу или полторы или две, один динарий соответствует примерно одной или двум тысячам рублей у нас с вами. говорим «примерно» и очень условно, потому что у нас сейчас есть такие блага, которые не были доступны в древнем мире ни за какие деньги. Интернет, электричество, газ, телефон и так далее. Даже на 200 динариев, на 200 тысяч рублей недостаточно будет купить хлеба для этой огромной толпы. Восьмой стих. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему. И так выступает здесь еще другой, происходивший из Вевсайда ученик, Андрей. Девятый стих. «Здесь у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Но что это для такого множества? Возможно, что Андрей был знаком с семьей этого мальчика, и поэтому знал, что у мальчика есть такой небольшой запас. Ячменные хлеба считались пищей бедных людей. И надо сказать, что и рыб, здесь Иоанн Богослов называет таким термином «рыбка», который может означать уже высушенную или соленую рыбку, то есть приготовленную рыбку. Но всего пять хлебов и всего две рыбки. Что это для такого огромного количества людей? Десятый стих. «Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч». Синоптические евангелисты указывают на то, что не просто легли, а легли рядами, подразделениями по пятьдесят и по сто человек. То есть упорядочено. Указывают также на то, что не просто было много травы, то есть была весна, но трава была еще зеленая. А вот синодальный перевод опять немножко уклоняется здесь от греческого текста, потому что возлегло людей числом около пяти тысяч, а в оригинале возлегли мужчины числом приблизительно пять тысяч. На это уже указывают и синоптики, что пять тысяч было только мужчин. В древности была такая традиция, когда большое количество народа считать только мужчин, потому что только мужчины способны к войне, имеет смысл узнать, сколько их в случае какой-то экстренной ситуации. Поэтому было пять тысяч мужчин, но раз был мальчик, значит были еще и мальчики, и женщины, то есть общее количество народа было много больше. Одиннадцатый стих. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. Взяв хлебы и воздав благодарение, поблагодарив, используется греческий глагол эвхаристео, тот же самый глагол, который в основе нашего слова евхаристия, благодарение, центральное христианское таинство, во время которого происходит причастие. Но здесь, конечно, речь идет о традиционной еврейской молитве перед вкушением хлеба, однако интересно, что Христос, вознося эту молитву, возносил при этом благодарение Богу Отцу. Он берет хлебы, возносит благодарение, раздает хлебы, и ученики раздает дальше, отдает рыбы, и ученики также раздает дальше. Всем хватило, сколько кто хотел. Двенадцатый стих. «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Тринадцатый стих. «И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели». «Собирают, потому что это результат чуда умножения пяти хлебов до такого количества, когда все насытились. Это очень интересно, что всем хватило, кто сколько хотел, кто сколько желал съесть, тот столько и съел, и даже брали с избытком. Но раз это чудесные хлебы, их нельзя просто выбросить, это будет неправильно, и хлебы выбросить тоже неправильно. Особенно хорошо это знаем мы, петербургцы, потому что у некоторых из нас прародители здесь погибли в блокадном Ленинграде именно от голода. Мы никогда не выбрасываем с вами хлеб». Так вот, хлеб собирают, и остатки рыбок собирают, и набираются двенадцать полных коробов, потому что в таком случае каждый ученик Христов из числа двенадцати может взять этот короб, отнести туда, где его нужно оставить, и почувствовать прямо на себе, что вот он результат действия его учителя. Четырнадцатый стих. «Тогда люди, видевшие чудо», конечно же, евангелист Иоанн использует термин «знамени», сказали, чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Видят то, что он сотворил, и, конечно, для них это знак, указание. Вот он и есть, тот самый пророк, о котором говорил Моисей. Пятнадцатый стих. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно, то есть неожиданно, если правильно понимать данный термин, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Уклоняется, потому что в его задачу не входит исполнять неверные ожидания относительно его иудеев. Ведь иудеи ожидали Машеха прежде всего как политического лидера, как политического лидера царя, который благодаря своей праведности будет обладать особыми способностями и исцелять больных, и кормить бедных и нищих, и голодающих. И поэтому они понимают этот знак, хотя и правильно, что это Мессия, о котором говорил Моисей, но очень по-плоцки. То, что это наш царь, пускай он нами правит, он царствует над нами, мы никогда не будем с ним голодать, давайте его поставим царем. Поэтому Христос от них и удаляется на гору один для того, чтобы побыть в уединении. Шестнадцатый стих. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. Соответственно, Христос поднимается на гору один, а ученики вечером спускаются к морю для того, чтобы сесть в лодку. Этим заканчивается данная история. И после нее последует другая. Ученики будут плыть по Галилейскому морю, а к ним по водам пойдет Господь Иисус Христос. Та история, которую мы только что рассмотрели, она замечательна, потому что будет отправной точкой для беседы Христа с иудеями о хлебе жизни, сходящем с неба. Это будет также в шестой главе, в самом ее конце. Однако уже сейчас, немножечко забегая вперед, мы можем сказать, конечно, вот такое благодарение и умножение хлеба, чтобы все насытились, было в определенном смысле прообразом Евхаристии, того самого центрального христианского таинства, на котором мы вкушаем тело и кровь Христова под видом хлеба и вина. Это чудо не было еще Евхаристией. Оно было совершено Христом для того, чтобы иудеи задумались, а почему наш Мессия, наш Масшиах нас накормил так, что все мы насытились? Ибо, конечно, то, чего не хватает человеку в этой жизни, испытать чувство сытости. И наша цивилизация так устроена, что мы постоянно голодны. Голодны в вещах, голодны в еде и голодны духовно. Чем больше мы имеем, тем более мы голодны. Но Христос смог накормить каждого так, что каждый насытился. И об этом, конечно, нам следует помнить. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok